Все самое сочное специально для партнеров ВКонтакте группы DroidSoft. Подписывайтесь, вступайте, комментируйте. Будет интересно. Привет всем, друзья. Сегодня с вами снова Владимир. И сегодня я предлагаю сделать второй обзор инди-игр для операционной системы Android, в который, я уверен, будет приятно поиграть и вам, и, может быть, даже вашим детям. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть. Игрушка Osmos HD. Мне ее, в принципе, посоветовали сделать в комментарии к прошлому видео-выпуску инди-игр. Мультиплеер. Звук я поставлю на минимум, чтобы ничего не мешало. Но мы видим, нам предлагают все-таки поиграть в наушниках. И это смелое утверждение, потому что в игре замечательный звук. Есть три режима. Одиссея, аркада и мультиплеер. В принципе, если вы захотите пройти в мультиплеер, то вам скажут, ребята, это опасные воды. Может быть, вы все еще поиграете и уже после погрузитесь в мультиплеер. Ну, давайте последуем совету и по привычке заходим в настройки. Смотрим, что у нас здесь имеется. Звук и музыка. Отдельно настраиваются как музыка, так и эффекты. Также мы сможем с вами настроить данные. Ну, под этими данными подразумевается отправление статистики на сервера разработчиков игры Osmos, чтобы они могли как-то корректировать, может быть, баланс, сложность, либо определять, на каких девайсах играют пользователи. И также можно сбросить все ваше прохождение, чтобы начать игру сначала. Итак, давайте запустим режим Одиссея. Итак, понятное дело, что это третий эпизод. Обучение прошел и играло в нее довольно-таки недолгий промежуток времени. Но мне очень сильно нравится управление. Если мы нажмем на экран тремя пальцами, то открывается игровое меню. Если нажмем два раза пальцами, то перезагрузится уровень. Но это будет происходить до тех пор, пока мы не погибнем. Поэтому я предлагаю сменить уровень и поставить пока плавание только самое начало. Итак, прослабьтесь, умные игроки редко тахнут. Итак, все подразумевается здесь в механике игровой. Мы плаваем, я не знаю, в первичном бульоне. Мы вот такой вот простенький организм. И мы должны с вами вырасти в нечто большее путем поглощения меньших существ. Делается это очень легко. Итак, давайте пройдем обучение, сделаем масштабирование. И вот как много жизненных форм нас окружают. Но мне нравится играть в приближенном режиме, потому что все очень красиво. И как осуществляется управление? Мы тапаем просто в какую-нибудь определенную сторону. И вот такие вот спрыски, не знаю, какой-то субстанции, которая двигает нас. И все движение осуществляется инертно. На самом деле, кажется, все очень просто, но мне пришлось привыкать. Я полагал, что управление будет осуществляться с помощью хотя бы, не знаю, контроллера. Но нет. Вот так вот мы с вами перемещаемся. Если мы делаем очень много движений, то разгоняемся. И как только нас съест более разумная форма жизни, больше они здесь отмечаются красным цветом, мы погибаем. Но основная цель съесть как можно больше существ, которые меньше нас. И вырасти в нечто огромное, большое, чтобы уже после поглощать вот эти вот красные сферы. Это очень здорово, мне очень нравится геймплей, очень приятная музыка. И в принципе, здесь есть ряд фишек. Давайте мы пропустим этот обучающий уровень и перейдем на третий этап, потому что здесь открывается уже весь функционал игрушки. Станьте самым большим. Итак, как я уже сказал, здесь имеется своеобразная физика. И вот, допустим, вокруг нас есть огромное создание, сфера. Чем-то это напоминает солнечную систему, которая вот крутит нас по оси и постепенно притягивает к себе. Если мы вывемся из нее, то нам придется выживать в этом бульоне. И позже мы можем быть, скажем так, захвачены гравитацией других тел. Ну, опять появляется ось, движение, и все мы видим плавно, красиво, замечательно. Если мы испытываем затруднения, то движением свайпа справа налево мы можем замедлить время. И что прикольно, музыка тоже замедляется. И складывается такой вау-эффект, особенно если вы играете в наушниках. Если мы сделаем обратное движение слева направо, то скорость увеличивается, и здесь уже нужно не зевать. В принципе, вот такой вот круговорот, прям настоящий, я не знаю, настоящий первичный бульон, вот такая своеобразная жизнь. Игрушка очень классная, единственное, что детям будет играть в нее сложно, но, думаю, вам в большинстве своем очень понравится. Ну, режим аркада, чтобы получить к нему доступ, нужно пройти Одиссею. Как уже понятно, да, Одиссею я еще не скоро смогу пройти. Давайте посмотрим, сколько мне предстоит уровней, преследования, точность. В общем и целом, игрушка развивает ваши игровые качества постепенно. Следующая игрушка, которую я хочу вам показать, называется Tree Maker. Классная игрушка, здесь тоже замечательный звук, но, понятное дело, я его специально отключаю, чтобы не отвлекаться на происходящее. Игрушка, скажем так, требовательная, мне не ясно почему, но, слава богу, на двухъядерном процессоре она работает без каких-либо проблем. Здесь суть сводится к следующему. Мы маленькое такое создание, которое может перемещаться по игровой локации только с помощью лиан. Что это из себя представляет, сейчас вы убедитесь, насколько это необычно. Но игрушка сложная. Допустим, мы хотим попасть на противоположный уголок карты, вот нам машет это создание, чтобы подобрать эту желтую сферу, и чтобы там впоследствии выросло деревце. Нам нужно тапнуть на верхнюю арку, и вот давайте посмотрим, имеется такая физика, этот пузырек болтается, если мы вылетим за границы в пустоту, давайте я вам его покажу, то мы проиграем. Поэтому еще раз тапаем на экран, и он вываливается, таким образом появляется новое дерево. В зависимости от скорости, как вы проходите уровень, либо если вы погибаете, то вам выдается результат с тремя звездочками. И давайте пойдем дальше. Итак, не получилось. Так, и еще одно деревце. Все очень здорово. Поначалу, конечно, легко, просто, но далее будут более серьезные испытания, поэтому я предлагаю сразу переместиться на какой-нибудь другой уровень. В эту игрушку я поиграл подольше, чем осмос, потому что она попроще, посложнее и затягивает, в принципе, тоже неплохо. Итак, появляются красные сферы, которые могут нанести нам вред, после чего игрушка заканчивается. Вот эта красная сфера. Если мы ее коснемся, не получилось, давай покончим жизнь самоубийством, то все, конец уровня и перезапуск. В принципе, очень здорово. Вот эти вот маленькие сферы подсказывают нам, куда нужно двигаться, если мы не видим верхние платформы. Но, в общем и целом, очень все здорово. И мне игрушка нравится. Как-никак, но координацию она развивает однозначно. Итак, получили три звезды, до этого у меня было их две. И, в принципе, что у нас будет представлять из себя следующий уровень, сейчас посмотрим. Появились блоки, которые мы можем сшибать. Ну и давайте их, в принципе, потянем на себя. Вот так вот они исчезли, и теперь преграды нет. И я люблю такие игры, которые постепенно усложняют игровой процесс. Ну, это, в принципе, одна из основных тематиков игр. То есть, цель дать вам возможности и постепенно ставить вас в различные игровые ситуации, чтобы вы умело перемещались между ними и использовали все свои навыки. И последняя игрушка, чем-то похожа на тримейкер, называется на Туксу. Чем-то она мне напомнила игрушку, которую я показывал в прошлый раз, где главным героем была Джелька. Итак, давайте пройдем в первый уровень, и что из себя представляет геймплей. Вы играете маленьким, махлатым, пушистым созданием, которое вот так вот перемещается под таким вот красивым уровнем, и наша цель собирать звездочки. Давайте переместимся под звезды, на том уровне, где я остановился, потому что здесь уже больше игровых ситуаций. Итак, мы появляемся в мире, и все, что мы можем делать, это тянуть вот этот вот глазик. Глазик создания, оно делает различные смешные звуки, если мы его сейчас пощепочим, он тоже будет смеяться. Так вот, мы должны цепляться глазиком за различные игровые элементы. Это может быть трава, либо деревянные досочки, она у нас имеется в инвентаре. Нужно это для того, чтобы попасть в какой-нибудь промежуток карты, куда мы не можем добраться обычным способом, потому что за камни цепляться нельзя. И все, получили 5 звезд, нам не пригодился наш коробок, поэтому перемещаемся дальше. Итак, для того, чтобы перейти на какой-то следующий этап, следующий мир, требуется собрать определенное количество звездочек. Ну, в принципе, здесь все очень просто, если какие-то звездочки вам не удается собрать, ничего страшного, как бы игра очень лояльна к неопытным игрокам, она позволит вам пропустить сложные этапы, и собрать минимальное количество звезд для перехода на следующий уровень. Итак, давайте попробуем зацепиться, чтобы не улететь. Нет, не успел. Еще один ящичек, он нам пригодится, и все собранные ящики появляются у нас в правом верхнем уголке. То есть, в принципе, в сложный момент мы можем ими воспользоваться. И приятно также, что они сохраняются. Вот такая вот своеобразная физика. Сейчас подлетим. И что я еще не собрал? Нет, не получилось. Но игрушка мне, например, очень сильно понравилась, и в сегодняшнем топе она, конечно, занимает первое место среди моих фаворитов. Очень понравилась, потому что добрая и простенькая. Я люблю такие игрушки, когда не надо напрягаться, а когда основная цель просто насладиться игровым процессом. Так все не получается у меня. Нет, опять не получилось. Но что меня радует, в этой игрушке, да, вот есть игры, в которых проигрыш, либо какие-то сложности вызывают гневные эмоции. Здесь всего этого нет, потому что приятная музыка, и на самом деле забавный персонаж. Так, растелываться может получится сейчас. Ничего подобного. Так, возможно, тот самый случай, когда придется использовать ящик. И я вам покажу, как это делается. Нам потребуется просто переместимся мы по карточке, для этого нажмем на левую иконочку камеры, и теперь у нас свободный обзор. Вот, я хочу что сделать? Я хочу сделать следующее, поставить сюда ящик, все-таки мне своими силами не удается туда забраться. Но, возможно, просто у меня какие-то трудности. Так, теперь я уж точно зацеплюсь. И так. Медленно, медленно, медленно мы двигаем ящик, все-таки физика присутствует. И сейчас подлетим вверх. Только главное не улететь за пределы карты, потому что в противном случае мы с вами погибли. И это мохнатое существо точно не будет в радар. Так, пропустил я звездочку, поэтому этот уровень обязательно перепройду. Уровней очень много. В игре, по-моему, если не ошибаюсь, 4 мира. Давайте посмотрим. Да, в игре 3 мира и бонусный. Там наверняка очень сложное здание. Обратите внимание, что в левом верхнем уголке можно менять разрешение игры. С HD режима переключаться на обычный. Но так как я сейчас записываю видео, я играл в простеньком режиме. Вот такие вот игрушки. Если у вас есть какие-нибудь идеи, то, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что если бы мне не написали об игрушке Osmos, я бы и не был в курсе, что имеется сие замечательное творение. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Жду от вас новых идей для следующих скринкастов. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!